Дорогие друзья, всем Маткульт привет! А где я нахожусь? Я нахожусь в месте, где художник работает. Ну и вообще люди искусства. Тут такие маски, там вообще портреты всякие. Короче, у меня коллапс здесь. Называется «Наука не знает границ» или, простите за выражение, «Fuck the isolation». Вот, и я тут сейчас начеркаю кучу красивых математических формул, а поверх будет вот эта вот фраза, да? И это будет, как я понял, произведением искусства, которое будет выставлено на каких-то там выставках и так далее. Вот так. Я вообще очень люблю людей творческой, так сказать, профессии. С ними часто вхожу в разные коллаборации. Вот, подписываю свою книгу и так далее. О чем будет сегодняшний ролик? Сегодняшний ролик будет, во-первых, носить рекламный характер. А именно я расскажу про нашу магистратуру в Майкопе. Но это не все. Еще я разберу несколько, на мой взгляд, достаточно симпатичных задач про числа полиндромы, которые предложили два Сережи. Сережа Полосков и его друг. Вот. В описании друг назовет себя, если захочет, в описании к ролику. Вот. Вначале я думал, что вот я сейчас запишу рекламу магистратуры, выложу, думаю, ну, кто будет смотреть одну только рекламу? Конечно, никто не будет. Поэтому здесь будет и реклама, и математика. Математику, думал, вначале присобачить Мишин, этот самый, ЕГЭ по математике, который он сдавал. Там у меня возникли разные вопросы, вообще, по некоторым из задач. Но потом, когда мы пообсуждали, решили, что это не очень интересно. Задачи все-таки типовые, хоть и с некоторыми странностями. И это не стоит нашего внимания на маткульт-привет. Вот так вот. ЕГЭ Мишин сдал, все благополучно. А вот задачи про палиндромы прикольные. Итак, первая часть задачи про палиндромы. Вторая часть реклама магистратуры в Майкопе по теории игр и парой других магистратур. Палиндром, он называется число, которое имеет вид, ну, порядок какой. Переставляешь, и то же самое читается. Вот, ну, понятно, они бывают такого вида, бывают такого вида, там. Бывают виды, когда внутри повтор двух, или внутри одна, ну, в зависимости от четности. И вот четыре, как бы, таких задачи про палиндромы. Итак, первая задача. Рассмотрим вот такое замечательное тождество. 2178 умножить на 4. Ну-ка, давайте вместе вспомним, как умножают, да, числа в столбик. 4х8, 32, 2, 3 в уме. 4х7, 28, плюс 3, 31, 1, 3 в уме. 4 плюс 3, 7, 2х4, 8. Итак, у нас получилось, что 2178 умножить на 4 равно палиндрому числа 2178. Вопрос номер один. Возможно ли такое с простыми числами? Вот это число явно непростое, оно четное. Так вот вопрос. Возможно ли такая ситуация с простыми числами? Или невозможно? Ставим на паузу и думаем. Признаться за какое-то разумное время я не догадался, а решение это очень простое. Ответ нет. И вот вам очень красивое доказательство. Ну, доказательство, естественно, идет от противного. Пусть у нас есть какое-то простое. А, В, С и так далее. Там, Ф. Вот такое вот число. Со свойством, что если его умножить на Д, то получится Ф там, тадададам, значит, С, Б, А. То есть получится перевертыш этого числа. Заметим прежде всего, что Д это цифра. Да, ну, естественно, имеется в виду, что Д не равно единице, иначе неинтересно, да, любое простое число умножить. А, нет. Мы требуем, чтобы это простое число по линдромам само не было. Чтобы исключить случай Д равно единице. Ну, понятно. Если Д равно единице, значит, само число при умножении на себя равно ему самому. По-моему, например, 131 простое. Ну, в 11 в любом случае простое. То есть такое, конечно, бывает, что простое число является по линдромам. Но вопрос именно в том, что может ли быть такое, что простое число не является по линдромам. Тем не менее, при умножении на какое-то, значит, число дает обращенное к себе число. Ну, и ясно, что это цифра, потому что, если это больше 9, то тут уже количество знаков увеличивается. При умножении на 10 уже появляется новый разряд, здесь 0 в конце. Ну, и тем более при более высоких значениях Д. Значит, соответственно, смотрим, что Д равно Д цифра. Д, значит, равно 2, 3, 4 и так далее. Ну, до 9. Короче, вот. Почему это важно? А вот почему. Берем всю ситуацию. Берем, короче, у Максима Коваля очки. Очки параметра 9. Вот эти вот модулярные очки. Параметра 9. То есть, модуль 9 берем. Что у нас получается? По модулю 9 полиндром, то есть, перевертыш числа, перевертыш данного числа по модулю 9, то же самое, что само число, потому что признан делимости на 9, как вы все, конечно, знаете, это что сумма цифр делится на 9. А сумма цифр при переворачивании не меняется. Поэтому получается, что сумма цифр нашего числа альфа умножить на Д, Д по модулю 9. Ну, оно как бы остается Д, ну, если оно получилось равным 9, то оно стало нулем, да? Так вот, получается вот такое вот уравнение, да? И Д по модулю 9, это либо само Д, либо 0, если вдруг Д равно 9. Давайте это запомним. Вот, то есть, у нас должно быть по модулю 9 вот такое равенство выполнено. Ну, теперь внимание. Внимание, внимание, да? Через несколько минут с вами будет говорить Фан Томас. Внимание. Если вот это число простое, то сумма цифр по модулю 9 обратимое. Потому что необратимых по модулю 9, это только 0, 3 и 6, и они соответствуют суммам цифр, которые делятся на 3. А если сумма цифр делится на 3, то само число делится на 3. И значит, простым не является. Ну, кроме случая просто числа 3, которое уже само полиндрома, значит, исключено нами в самом начале. Вот, поэтому альфа обратимое, а значит, существует обратный к нему по модулю 9, на который мы домножаем. Ну, и как обычно, да, получаем в результате, что это единица по модулю 9, и получаем, что Д равно единице по модулю 9. Но если Д цифра, то Д равно единице по модулю 9, означает, что Д равно единице. То есть, что само число было перевертышем. Опять же, мы этот случай исключили. Вот такое, на мой взгляд, очень изящно. Спасибо огромное двум Сережам. Это красивая задача. Жалко, что я ее не решил сам. Вот, ну, правда, в конце я вот... У Сереж там был какой-то перебор, а я просто перешел к вот обращению, да, по модулю 9, и сразу же ответ получил. Вот, то есть, чуть-чуть моей заслуги здесь капелька, а все-таки единица. Так, значит, ну, следующая задача состоит в том, что может ли быть та же ситуация с большим числом знаков? То есть, что это на какое-то, значит, Д... Ну, вот у нас при Д равно 4 получалось вот такое, а может ли быть так, что здесь много знаков при умножении на Д равно, значит, обратный обратный в последствии цифр? Для какого-нибудь числа. То есть, верно ли, что для любого количества знаков можно придумать такое число? Для любого большего 4? Ставьте на паузу. И сразу отжимайте, потому что вот здесь как раз я не уверен, что это можно как-то догадаться. Вот до того, что я сейчас напишу, можно догадаться. Я не уверен, что это возможно. Мне кажется, что задача немножко читерская. Впрочем, Сережа говорит, включайте компьютер переборно и посмотрите, что у вас будет из шестизначных, из там пятизначных, семизначных. Ну и как бы обнаруживается, что довольно быстро обнаруживается вот такой шаблон. Вот. Ну и так далее. То есть, тут можно включить любое количество девяток внутрь. Вот. И умножить на ту же самую четверку. Вот, пожалуйста, на 4х8, 4х8, 32, 2, 3 в уме. Соответственно, 4х7, 28, плюс 3, 1, 3 в уме. 4х9, 36, плюс 3, 9, 3 в уме. 4х9, 36, плюс 3, 9, 3 в уме. 4х9, 36, плюс 3, 9, 3 в уме. И так сколько угодно. Конечно, раз, и в конце концов снова возникнет 4, плюс 3, 7, и 8. Ну вот, честно, да, без компьютера, я не знаю, как до этого догадаться. Но это правда, это красиво, да? То есть это же число берется за основу и вставляется там набор девяток внутрь. И все дела. Так, следующая задача, она формулировалась так. Найти двузначное число АБ, такое, что нод АБ, запятая БА, максимален. О, очень симпатично. Это очень симпатично. Значит, мы с Мишкой вдвоем ее решили. Представим, значит, такое число Х в виде 10А плюс Б. Соответственно, раз оно двузначное с цифрами А и Б, то оно такой вид имеет. Ну и получается у нас такой вот нод, да, нод 10А плюс Б. И 10Б плюс А нужно на максимум. Да, здесь как раз помогает наука, которая преподается в разных мат-школах. Нод двух чисел равен ноду любого из них и разности между ними. А в данном случае получится, значит, 9 умножить на Б минус А, если из этого читать это. Ну, или А минус Б, неважно, это не имеет значения. Вот. И здесь, соответственно, возникают какие случаи? Нужно рассмотреть три случая. Первый случай заключается в том, что само число у нас делится на 9, да, если само число делится на 9, то тогда у нас вот эта вот девяточка выносится и остается, нужно только посмотреть, для каких чисел, значит, у нас получается делимость на 9, да, у нас получается там 18, 27, 36 и так далее. Вот. И, значит, ну, либо перебором, либо там, по-моему, можно без перебора обойтись, чтобы А минус А там получается взаимопросто с девяткой, кажется, в этом случае. Ну, и, в общем, здесь остается нод равен 9, то есть если само число делится на 9, то нод равен 9. И кажется, что, ну, что тут еще можно такого придумать, да, кроме этого. Если вообще числа не делятся даже на 3, то здесь девятку можно проигнорировать, и нод не больше, чем В минус А. В минус А это цифра, причем, значит, так как у нас однозначные, ну, как тут по условию двузначное, да, число, ну, и в конце, да, еще дополнительно, что 0, нет, но это, по-моему, не очень важно. Вот, что В минус А оказывается цифрой, но это явно не даст больше, чем 9 результат, все равно. То есть интересно смотреть на ситуацию, когда у нас число делится на 3, но на 9 не делится. Ну, и вот дальше мы там просто запустили перебор, перебрали и обнаружили вот такой вот замечательный перл, что нод 48 и 84 оказывается равен 12, ну, и там с помощью перебора же, и доказали, что больше невозможно. То есть ответ, вроде как, кажется, да, кажется он, что равен 9 вначале, если подумать, а потом выясняется, что вот, нет, он таки равен 12, вот здесь, 4х12 и 7х12. Вот такие вот классные задачки для третьего там или четвертого класса. Ну и последняя задача про суммы полиндромов. Не любое число является суммой двух полиндромов. Первое число, которое не является суммой двух полиндромов, это 21. Ну, до этого просто перебором все, если считать, ну, цифры, естественно, это полиндром, да, 11 тоже полиндром, мы получаем вот вплоть до 20 все. 21 просто очевидно, что суммой двух цифр не является, 11 до него не добивает, 11 плюс 10, 10 не полиндром. Ну и поэтому это не сумма двух полиндромов, это первое такое число. А вот если мы позволим 3 полиндрома, да, в записи, P1 плюс P2 плюс P3 равно какому-нибудь натуральному n, при каких n существует такое разложение, это как этот самый, проблема Гальбаха, например, да, любое или четное число является суммой двух простых, а здесь вопрос, любое или натуральное число является суммой трех полиндромических. Короче, Сережа включил компьютер и не нашел контрпримеров до чуть не там какого-то триллиона, не знаю, или миллиона, ну, в общем, нет, наверное, миллиона все-таки. В общем, на сегодня он не обнаружил ни одного такого числа, которое не является суммой полиндромов. Вот такая интересная загадка, может быть, кто-то знает, что она где-то описана, и ее кто-то недавно решил или давно где-то решил, вот, но решения ни я, ни оба Сережи не знаем. Так что вот, может, кто-то отпишется в комментариях по этому поводу. А я перехожу к рекламе магистратуры в Майкопе, там, где я работаю, на моем главном месте работаем. В этом году вместо там трех, что ли, бюджетных мест, или даже нуля, как в том году, 12 бюджетных мест, по крайней мере, для смешанного такого как бы очно-завочного формата, да, то есть, когда вы часть занятий проходите так, а часть занятий через интернет с московскими преподавателями. 12, 12 мест бюджетных, да, то есть, вы поступаете и бесплатно учитесь, еще и шепотом, шепотом вас в армию не заберут из магистратуры. Но я этого не говорил, потому что это же подрыв основ. Вот, в общем, вот так вот. Ну, еще две есть магистратуры, тоже, значит, там, на факультете математики, на отделении математики, да, на прикладной математике, еще компьютерное зрение, которое, значит, вместе с ITV групп сделано, Мурат Алтуев, эту магистратуру, как бы, вот, ее моторит. Ну, и вся информация по поводу этих магистратур находится в описании. Также напоминаю, что цифровая гуманистика на физтехе всех ждет тоже, чтобы два раза не вставать. А так, я отправляюсь на лето, значит, завтра, ну, я не знаю, когда этот ролик будет, но завтра, 25 июня, мы улетаем в Сибирь, я пару раз еще вернусь на разные мероприятия, мои уже будут до конца августа, 31 августа, мы всей кодлой вернемся назад, начнется учебный год, все снова завертится, будут лекции, выступления, все вживую, естественно, и в онлайн, все будет продолжаться, жизнь прекрасна и удивительна, как говорит Андрей Михайлович Регородский. Всем хорошего лета, маткульт привет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!